Великие архитекторы Тем временем десятки одесских новостроев превращаются в серые заброшенные коробки. Люди просто хотели жить лучше, хотели растить своих детей в собственных квартирах, но доверили сбережения недобросовестным застройщикам и аферисты обманули их. А городская власть оставила без надежды добиться справедливости. Сегодня сотни одесских семей остались без собственных квартир и сбережений. А вы уверены, что завтра не пополните их ряды? Потемкинская лестница – один из главных символов Одессы. С нее начинается каждый туристический маршрут. Ее первой видят гости в порту. Мы с рождения привыкли, что она есть, просто есть. Но что если завтра горе-реставраторы уничтожат культовые ступени? Что тогда? Опять будем махать кулаками после драки? Нам с детства твердили – здоровье не купишь. Но оказывается, его можно продать. Особенно, если речь идет о чужом здоровье. Меценат Аднан Киван построил для горожан новейшую больницу скорой помощи, чтобы каждый одессит мог быстро и качественно получить медицинское спасение. Но в мэрии решили продать наш с вами подарок. Украсть и продать. Там считают, что одесситы вновь промолчат. Неужели эти казнокрады правы? Городские власти ездят на окраины только лишь перед выборами, чтобы посеять гречку в массы и дать очередную порцию обещаний. Они и мы – горожане и мэрия. Это не они топят снег в тазике, чтобы смыть воду в унитазе. Не они сутками сидят без света и тепла, заряжая телефоны в супермаркетах. Не они затыкают трещины в стенах старыми вещами и обходят стороной скрипящий балкон. Так какое же им дело до ваших проблем? Какое им дело? Хотите вы видеть Аркадию красивой или доступной? Или ни то, ни другое? Ну, не осталось здесь нормальных съездов к морю. Зато вон сколько разрухи. Вы же хотели реконструкцию? Пожалуйста, отдыхайте среди обрушенных склонов. Только осторожно, не упадите. Они после этой переделки в море сползают. Что делать одесситам, для которых обычная городская аптека недоступнее Эвереста? Помогать людям с особыми физическими потребностями нормально для здорового общества. А власть имущие этим обязаны заниматься. Дюковский. Культовый парк Одессы. Сегодня его фактически отдали в частные руки, которые от него отмахнулись. Теперь здесь только грязь, мусор и наливайки. Парк с огромным потенциалом, который находится на стыке двух старейших районов города, медленно, но уверенно превращается в заброшенную посадку. Интересно, это простая халатность или кому-то очень приглянулась эта земля? Как бы то ни было, Дюковский еще можно спасти, но за него придется побороться. Одесситы, вы со мной? Что говорить, если поездка в обычном лифте сегодня сродни игре в русскую рулетку? Тысячи одесских подъемников уже давно исчерпали свой ресурс и подлежат замене. Некоторые из них могут отнять здоровье, другие уже успели унести несколько жизней. Никто не знает, когда и где трагедия может произойти вновь. Но мэрия не до того. Ларьки, знаете ли, сами себя не поставят. А вам нравится жить в городе, где страх уже подкрался прямо к вашей квартире? В нашем городе самые дорогие дороги. Информация, что называется, с самого верха. Об этом в ходе недавнего визита президент рассказывал. Но дорого это далеко не всегда качественно, во всяком случае в Одессе. Недавно отреставрированный кусок французского бульвара поплыл и пошел горьбами, не дожидаясь весны. Вот она, забота об исторических ценностях и ваших автомобилях. Долго, дорого и некачественно. Нынче это фирменный стиль для чиновников с Думской. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА